Я тут орал на племянника, а он такой, а почему ты Кинг-Кон? Я такой, я ж Годзилла, он такой, нет, ты не Годзилла, ты Кинг-Кон. Так, короче, я сходил в кино на потрясающий фильм, кто не знает, у меня уже есть обзоры на пару предыдущих серий, вот здесь по всплывашке будут, или подожди, вот здесь, вот здесь по всплывашке я их поставлю, на этот раз точно, обещаю сам себе, обещаю тебе, смотри себе в глаза как-нибудь, не знаю. Это долгожданное противостояние двух Кайзю, хотя я честно не знаю, можно ли считать Конго Кайзю, но он, короче, какой-то такой же в этой теме, он типа из последних современных, я так понял, там, короче, оказывается, есть огромный лор, который нужно знать, и который, как ни странно, как ни удивительно, достаточно интересный. И кому интересно, вот, посмотрите, у Кота Краба его 20-минутный ролик настолько интереснее, чем все фильмы, которые можно было посмотреть, это удивительно. В целом, он рассказал все, что произошло до событий вот последних. В последнем же фильме нам предстоит сопереживать одному из героев, главная задача которого, ну, героя, естественно, Кайзю, стать главным альфа-самцом на земле, что дает тебе невероятные, наверное, какие-то бонусы, я не знаю, в чем прикольно. Объясните тех, кто строит дачи в Геленджике, в чем прикол быть самым, типа, опасным альфа-самцом, если ты, типа, ну, твоя основная задача убивать всех предыдущих альфачей каких-то. Если они хотят сказать, что вот два монстра хотят драться, ну, так сделайте, два монстра хотят драться. Все, больше ничего не надо. Зачем нужно какие-то проблемы вокруг этого создавать? Прикол в том, что каким-то образом Годзилла в какой-то момент начал чувствовать Конга, и он его хочет... Саламу алейкум. И люди делают удивительное. Люди делают такое. Если кто не помнит, Конг это вот. А они делают. Они делают огромный купол в каком-то месте. Гигантский купол. Такой, чтобы Конг себя чувствовал там свободным. То есть они делают огромный, гигантский вольер, который непонятно на какие средства финансируется. Он просто... Мост через Керченский пролив подорожал. 250 миллиардов рублей. Это... Я даже представить я не могу суммы, которые должны вращаться в мире, чтобы делать вот это для Конга. С него как бы никакой прибыли нет. Я не знаю. Ну, может, горы навоза. Я просто не представляю, каким образом они отбивают бабки с него. Ну, это гигантский вольер. Гигантский. Ладно, когда это в антиутопии происходит. Когда все деньги у одного человека. И он предлагает делать голодные игры. Сделал вольер там. И то очень странно, откуда у них такие бабки. Но когда это делаешь на обезьяну, которая ничего не делает. Пол актеров. Жальче всего бедняжку Ребекку Холл. Потому что ей по фильму предстоит уникальная роль. Ее роль заключается в том, что она доктор наук, который никак себя не проявляет. К тому же надзорщик за Конгом, который никак себя не проявляет. К тому же она является воспитательницей-няней маленькой индейской девочки. Которая себя в этой роли никак не проявляет. Но как же она себя проявляет, спросите вы меня. Да вот как. Индейскую девочку. Опять же, глухонемую. Я не знаю, уже сколько раз я говорил, что я не люблю глухонемых людей в кино. Потому что они заставляют читать. А чтобы вы понимали, Конг настолько на низкий рейтинг зрительских умов рассчитан. Что человек должен, при том, что ему должен нравиться Конг, он еще и должен быстро читать. Потому что там много субтитров. Потому что они разговаривают жестами. Я плохо их знаю. Вот я плохо их знаю. Ребекке отведена роль страдальца лицом. Я думал, что Лив Тайлер обновили компьютерно. Потому что она действительно похожа. И у нее в этой роли тоже ждун. Она ждун. Она типа как. Так, смотрите, выходит индейская девочка. Напротив сидит Кинг-Конг. Индейская девочка. А вот сзади индейской девочки стоит она. И она делает так. Все. Она вообще ни хрена не делает. Я вообще не понимаю, зачем она бедная. Она хорошо играет. Она может играть. При том, что индейская девочка играет индейскую девочку. Все. Она ничего не делает. Она просто, ну типа, время от времени на нее брызгивает слезами. И еще часто она стоит под дождем. Чтобы быть. Чем больше воды вокруг нее. Тем больше актерская игра. Это же так и работает. А она служит как черная вдова для Халка. Типа она такая, типа, Конг. Успокойся. И он такой. И оказывается, что Конг теперь разумный. Мало того, что он разумный. Так он еще и жестов знает. Жестов знает. Понимаете? Он, типа, общается. Правда, вот этот дом у него. А у меня это знает. Ну, я бы дом вот так показал. Короче, он общается языком, жестом с ней. Как бы там скользь произнесено. То, что вот эта женщина, которая ни хрена не делает ничего в фильме. Она, кажется, ему показывала алфавит. Ну, типа, не знаю. А, Б, Б. И он каким-то образом выучил жесты. Или он их знал. В общем, там это не очень понятно. Но суть в том, что он, типа, разумная обезьяна. Которая может разговаривать. То есть, вот этот вот крушитель-мешитель. Я представляю, вот как он сбил вертолеты в первой части. Да, помните? Я представляю, если бы он такой, типа, чуваки, привет, не стрелять. Я думаю, я думаю, они бы такие. И они бы все охренели больше, чем он начал бы их убивать. Короче, в этой части оказывается то, что Кинг-Конги это древний род убийц Годзилл. При том, что они и те, и те несут добро. Потому что они добрые. Годзиллы, они, типа, несут добро и едят радиацию. А Конги едят все подряд, но все равно несут добро. Они, типа, защитники Земли. Но вот черепозавры, они, типа, злые. Потому что они злые. И люди, люди, вот когда тебя кто-то защищает, твоя первая мысль. Хорошо, что он за нас. Это создать кого-то, кто сможет его отхерачить, да? Ну, так всегда же было. И они создают, естественно, ну, все знают эту историю, что у Годзиллы был и человеческий враг, так сказать. Ну, мы не умеем превращаться в мотор, баттер, гатор и фокатор. Вот. Но мы можем создать, типа, такого же механического Годзиллу. И люди это делают. И Годзиллу, он такой, ээээ, я чувствую. Сильный, 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 настоящий Альфа. Он начинает искать его, находит какую-то часть его. Причем он сагрился на... Раз. На один. Как это работает? Ну, он, типа, должен чувствовать Альфача, ну, типа, настоящего. Который там кричит, зовет самку, призывает... На колени! А он этого чувствует в разборном состоянии. Я не понимаю тоже, как это работает. Ну, он сагрился на глаз, он почувствовал глаз этого металлического. Пришел, всех убил, кучу людей убил. Короче, он решил людям показать, что он не любит вот этого меха. При том, что он его не поранил. А сам мех находится в другой зоне. И у этого меха нет ничего. Он не может... Он, короче, не кричит, что он главный самец. Он не бьет себя в грудь, он не рычит. Ну, он механический, блин. Ну, как трактор может кричать, что я главный трактор здесь. Вперед! А он на этот трактор очень реагирует и хочет его убить. А Конг хочет убить... А Конг вообще никого не хотел убить. Конг хотел жрать бананы, но его послали... Вставай, эй! Салам алейкум! Типа во внутреннюю землю. Там у них теория, что внутри земли есть дырки, в которых живут монстры. А они такого размера, что, ну, типа там, ну, прям новая земля. Прям такой вот... Причем их две. Потому что, кто помнит фильм, где вот... Там та же система, вот мир такой же. И вот эта вот гравитационная какая-то непостоянная, в общем... В общем, это какая-то полная херня. На этот раз нам действительно ярко показали все битвы. Но единственное, о чем я думал в этих битвах... Я, я не знаю, я не смог выбрать сторону. Обезьяна, металлическая ящерица или просто ящерица я не смог выбрать. Ну, по идее, мы все за Конга. Он, типа, больше на человека похож. Наверное, в этом суть. Но тут было непонятно, за кого болеть. Просто они вот круговоротом... Они как камень, ножницы, бумага. Обезьяна побеждает ящерицу. Ящерица побеждает обезьяну. Обезьяна побеждает электрического. Это абсолютно просранная вообще идея. Все, что было. Лучший фильм уже снят. Все, я считаю, что этот жанр нужно оставить. Таштихоокеанский рубеж, я считаю, что вот. Вот это нормально все. Дальше не надо. Нормальный фильм, его можно пересмотреть. Ничего не потеряешь. Классный, придуманный. В общем, все, все нормально. Здесь же очень сложно за кем-то следить. Нам дано главных героев, помимо трех кайдзю, еще куча людей. Один человек полностью... Ну, там вообще в целом сюжет очень похож на 2012. Это, помните, там, где земля раздвигалась, менялись полюса. И все стремились на корабль, чтобы выжить. И там был вот паранойик, который вещал по радио, что что-то должно случиться. Здесь есть точно такой же, который заражает своими идеями. Естественно, какую-то дочь там главного министра, сенатора, который участвовал в действии, который является братом сестры, жены, дочери. И там вот эта вот вся мешанина, эта каша. Персонажей запомнить вообще невозможно. Они находят... Вот вы просто обдумаетесь. Они находят чувака, о котором не знают, в какой он стране. Он в интернете вещает, у него подкаст. Они умудряются его найти, потому что он моется известью. А известь в этом городе продается только в одной точке. Естественно, это же известь. Каждый в этой комнате отупел. И то, как они везде проходят, на все супер-секретные базы. Они просто идут такие, ой, нас не видно, ой, нас не видно. Ну-ка, тихо-тихо, я в домике, нас не видно. На все секретные базы они втроем проходят. И, кстати, один из главных персонажей, я вот когда готовился к фильму, это же жирный из Дэдпула. Оказывается, он дальше актер, и оказывается, он все еще жирный. Ну, то есть, обычно же как? Снимается жирный в кино, все-таки, вау, какой он крутой. И он худеет, если он не стал звездой. Обычно, если худой, то он потом раздувается, нюхает кокаин и набирает еще больше. И в следующих фильмах тебе за него стыдно, потому что Зомби-Лэнд 2 никому не нужен. А тут просто жирный чувак снялся в Дэдпуле и продолжил жиреть. Мне кажется, так не должно было быть. Он же чувак из Дэдпула, это же должно. Ну, блин, он с Райаном Рейнольдсом играл. Он должен был пойти в актерскую школу, занять фитнес-тренера. Ну, я думаю, это так работает. Когда ты попадаешь в крупный блокбастер, то ты меняешься. Толстый из Человека-паука, а теперь худой. И ему даже роль поменяли. Он теперь будет одним из супергероев. Вау! Вот как работает похудение, блин. А как можно было с Дэдпулом нажрать еще больше? Он теперь такой самуанец. Еще чуть-чуть, и он будет этим... Вот, короче, еще немножко, и он будет этим чуваком. А Скарсгард хорош всегда, но здесь он вообще дно никому не нужен. Это вот этот. Весь фильм они занимаются херней, поэтому я не могу. Я единственное, мне хочется посмотреть какие-то отчеты о том, какие разрушения они нанесли и сколько людей они убили. Хотя нам, конечно же, за две секунды до боя гигантских титанов сообщают, что так, мы сообщили, город эвакуирован. Нет. Нет, таком не бывает. Тем более в азиатском городе. Плюнул в него. Там миллионы нахрен людей живут. Какой эвакуирован? Как ты эвакуируешь? Да они даже тупо, если все выйдут вниз и пойдут, они встанут в огромные пробки эвакуации, где будут драться огромные эти монстры. Примерно абсолютное днище, и то, что на нем 12+, на нем было написано не 12+, а 12 скобка. То есть, больше 12 лет идти не надо. Вот, что должно было быть. Вот, убираем человека, который говорит жестами, чтобы не читать субтитры, и это детское кино. И тогда оно нормальное. Вот, ну, детям вроде ничего нормально заходит. Я лично считаю полным, унылым, вообще дерьмом, бесполезным, никому не нужным. И главное, суперскучным. Четыре часа Зака Снайдер я смотрел на одном дыхании, и вот это вот два часа я дважды вырубился, при том, что я днем спал по 6,5-балльной шкале, блин, да я не знаю, два, и то, потому что это мир. Я желаю всем добра, вот, а не потому, что он заслужил. Да.